Сегодня я получил с PayPal письмо, что моя претензия удовлетворена, что PandaVille мне возвращает деньги, и проблема с кирпичом вместо телефона разрешилась в мою пользу. В этой ситуации, я думаю, что есть два победителя и один проигравший. Да, победил я, немного потратился на посылку, это 15 долларов потерял, и победил тот жулик, который украл мой телефон, у него теперь есть телефон, и проиграл магазин PandaVille. Конечно, трудно назвать эту победу победы, и просто, если бы я не использовал PayPal систему, думаю, что я бы проиграл, потому что PandaVille не признала, что это их проблема, и требовали документы, которые просто не существуют, если посылка упакована красиво, нету никаких повреждений. После такой ситуации, я могу дать всем несколько советов. Самый главный совет, это распакуйте посылки, только снимая видео. Конечно, за 2-3 доллара этого можете и не делать, это небольшая сумма, но если посылка стоит дороже, это обязательно. Оплачивайте свои покупки по надежным системам. Думаю, что система PayPal надежная и работает она. Это немного вас спасет от потерь. Еще один совет. Не ведитесь на всякие комментарии продавцов, которые говорят, что нам нужны документы, нам нужно то, нужно другое, а что там не видно. Это все уловки. Также не ведитесь на то, что продавец просит подождать, хоть вы посылку и должны были получить, но не получаете, чтобы подождите. Потому что они просто тянут время. И не раз уже у меня так было, что когда только истекает время, и вы не можете подать диспут на PayPal, сразу продавец с вами обращается совсем по-другому. Изменяется тон продавца. Он уже уверен, что вы не можете открыть диспут на PayPal. Если вы покупаете в eBay системе, там есть система рейтингов. И вы можете еще, мне кажется, 60 дней после покупки написать, дать рейтинг этому продавцу. Они тоже этого боятся, потому что негативный рейтинг никому не принес большой пользы. Даже один негативный рейтинг сразу снижает общий рейтинг. Много. Я думаю, что каждый покупающий в Китае должен знать эти правила и их соблюдать. И тогда не будет таких ситуаций, что вы получили не то, что заказывали, что вы получили. Или совсем не получили посылку, или получили не тот свет, или как я получил кирпич. И тогда не будет таких потерь. Конечно, в моей ситуации с кирпичом все разрешилось в мою пользу. Я этому, конечно, рад. Но думаю, что не всегда так будет. Один-два случая из ста вы правда проиграете. И это все нормально. Потому что такой продавец, как PandaVille, он очень большой. И он несет прибыль тому же PayPal. Так что вы маленькие такие, а не такие большие. И сложно вам соперничать. Конечно, PayPal пользуются многие. И они защищают своего клиента. У них такая политика. Но, увы, не всегда. Рабочие PayPal ответственно смотрят на твои проблемы, как покупателя. Были у меня ситуации, правда, только одна. Когда я не получил посылку, почему, я не знаю, я дал адрес правильный, она ушла, эта посылка в другую страну, там пробыла и вернули ее обратно продавцу. Я обратился в PayPal. Думал, что правда в моей стороне. Но оказалось, что нет. Продавец утверждал, что я дал неправильный адрес. Хоть я ему писал адрес и регистрировал в PayPal тот же самый адрес. Все посылки у меня приходили по тому же адресу. Ну вот, что-то там случилось с их системой, наверное. И я потерял просто деньги и не получил посылку. Так что, 100% гарантии, что вы получите посылку, что вы получите то, что заказывали, нет. Но если вы будете следовать моим советам, думаю, что минимизируете свои потери в несколько раз. Так что все. Эту историю мы закрываем. Спасибо всем, кто смотрел. Следующее видео будет про гарантию от Pandaville. Посмотрим, как работает гарантия от Pandaville на дорогие гаджеты. На дешевые мы уже проверили. Видео вы можете посмотреть, нажав на эту ссылку. А как гарантия работает на дорогие товары, еще посмотрим. Так что, до скорой встречи.